Впервые на экране Известный дизайнер Вот сейчас я шью детский комплект Вот уже маечка на половину готова Расскажет о новой коллекции Будет игра фактур интересная И почему не спешит замуж? У меня немножко такой образ жизни, не очень простой Я живу на две страны очень часто И как ее мама стала компаньоном? Так удобно устроилась у меня мама Они все делают под мою коллекцию Один день Да, шаг, полуразворот Полуразворот В этот момент смотрим на зрителя Единственный диагноз У меня просто постоянно есть желание проявить себя Смотрите прямо сейчас На этот модный подиум мы еще вернемся А пока на часах 10 утра Молодой дизайнер Женя Босякова Начинает свой день с упражнений для пресса Бывает хожу на пробежку Но сегодня вот я решила покачать пресс Так как уже давно не делала И так За один раз За один подход 50 раз смогу сделать И так Где-то около трех подходов За раз Следить за собой Мне кажется Ну Это норма Как даже обязанность Своего рода За чашкой утреннего чая Обсудят со своей мамой Ларисой Босиковой Эскизы будущей коллекции В белорусском стиле Который готовит для конкурса Будет игра фактур Интересная Вот сейчас Именно меня затронула тема Белорусской куклы Вот эти соломенные наши куклы Национальные белорусские Вот почему-то именно Ее образ Это образ В этой кукле Отражается и белорусской культурой Белорусской женщины Поэтому мне захотелось Попробовать вот эту тему развить Евгения Босикова Дизайнер одежды Руководитель студии моды и дизайна Родилась в 1991 году в Бобруйске Окончила Бобруйский государственный технологический колледж По специальности портной закройщик Университет культуры и искусств Специальность Менеджер международных культурных связей Участвовала в конкурсах мельницы моды Fashion Marine Fest Волна идей Московский конкурс молодых дизайнеров Сегодня мы покажем один день из жизни модного дизайнера Без ретуши, купюр и фильтров И это будет ее собственный диагноз Диагноз «бобруйчанка» В этом доме по улице Ленина дизайнер живет 10 лет В небольшом, но уютном помещении Многое сделано руками Жени и ее мамы Здесь царит дух творчества Знаете, в этом есть какая-то жизнь У нас приходят постоянно, все спрашивают Вот у вас какая-то дома атмосфера необычная Вроде как дома, а вроде как и офис И еще что-то, и мастерская А все потому, что вот есть что-то сделанное своими руками В это вложено чувство, эмоция Поэтому ощущается все по-другому Даже обычные утилитарные вещи под рукой мастериц Превращаются в креативные композиции Как, например, эта рамка на стене Так как мы семья творческая Творчество у нас от начала до конца Во всем, буквально во всем Даже ремонт мы делали здесь сами И это было на самом деле не тяжело У нас очень много таких креативных моментов Вот, например, рамка Эта рамка была просто рамка от зеркала Мы купили зеркало вместе с рамкой Мы его повесили в ванну А деревянная рамка как-то туда логически не вписывалась Мы просто решили переделать И сейчас сделали своего рода как подставка Мама нашей героини Лариса Басикова художница Стены дома украшают ее картины Композицию люблю, жанровые вещи люблю Последнее время мне нравятся философские вещи Это абстракции, самовыражения, эмоций, цвета, формы Вот в таком ключе И очень люблю трансформеры То есть это вот собрать одну работу из нескольких Вот она интересна бывает А по композиции она интересна бывает даже где-то в интерьере Нужно сказать, что у мамы с дочерью сложился прекрасный творческий тандем Лариса – компаньон Жени Она помогает воплощать в жизнь ее идеи Все начиналось с рисования Мы всегда вместе рисовали То есть я наблюдала за тем, как она развивается Подталкивала ее Развивать ее, раскрывать таланты А потом постепенно Ну как бы я вроде иду своей дорогой Свою рисую Потому что у меня как бы свое творчество Но когда у Евгении интересная эскиза Она все время, мам, вот подскажи тут И мы сотрудничаем прям вот бок о бок У нас так получается в семье Что появляется хобби А потом оно перерастает в профессию То есть вот украшения мы делаем сейчас Точнее делает мама по моему заказу К моей новой коллекции Я так удобно устроилась У меня мама все делает Под мою коллекцию Она на самом деле мне очень хорошо помогает 11.15 Босякова садится за швейную машинку Сегодня дизайнер шьет новую летнюю коллекцию С хлопка для детей и взрослых Вот сейчас я шью детский комплект Вот уже маечка наполовину готова Вот осталось немного И будут такие шорты, юбка Впервые за машинку Женя села 9 лет назад С тех пор это и профессия, и хобби Не было какого-то определенного дня Или не было, что я всю жизнь хотела дизайнером стать Я хотела быть кем угодно Но только не дизайнером до 14 лет Даже на уроках труда я не шила Я сказала, что никогда в жизни за машинку швейную не сяду Спасибо моей однокласснице Она за меня все делала Я даже не могла представить, что я когда-то действительно буду с любовью сидеть за швейной машинкой Со своими авторскими коллекциями Басикова не раз принимала участие в различных конкурсах Признается, для творческого человека это очень важно На других посмотреть и себя показать У меня просто постоянно есть желание проявить себя Это мой способ говорить то, что я думаю Способ самовыразиться Ярким пятном в своей карьере считает участие в итальянском конкурсе моды На протяжении двух лет подряд В 2015 году она завоевала третье место со своей коллекцией «Трое», На которую вдохновил одноименный фильм Там очень интересных было много менторов Из Лондона, из Италии Это модные блогеры Это были преподаватели с вузов У нас были экскурсии по фабрикам Там, где мы вживую видели, как шьются одежда Бриони, Дольче Габбана Это просто для меня даже было гораздо важнее, чем побывать на конкурсе Я увидела то, чего обычный обыватель бы не увидел Туда мало кого пускают Поэтому было очень интересно Дизайнер следит за всеми новинками в индустрии моды Совершенствуя свое мастерство Я постоянно пробую какие-то новые техники в своей работе Какие-то технологии изучаю Вот, кстати, полгода назад я прошла мастер-класс по созданию одежды от кутюр Там по японским 3D-технологиям объясняли, как создавать одежду Очень было интересно И я надеюсь, эту технику уже в скором времени основательно применять в создании одежды Расскажет о том, как рождаются авторские вещи и какой титанический труд порой стоит за этим Например, на декор этой туники ушло полкило бисера Каждая бусинка пришивалась буквально вручную Вы можете даже в руки взять Она весит немножко больше, чем кажется Потому что тут бисера С мамой это все делали месяц Без перерыва Каждый день Часов 8-10 в день Месяц На протяжении месяца И я, скажу честно, у меня выстрелил радикулит Потому что вот так согнувшись месяц сидеть Это ненормально Но тем не менее я закончила И я иногда, когда мне тяжело работать Я достаю эту вещь, смотрю, вспоминаю, как я это делала И у меня сразу силы появляются Босякова поделится и своим взглядом на то, как можно сочетать одежду Иногда одна маленькая деталь придает вещи новый и оригинальный акцент Говорит дизайнер Сейчас очень много стараюсь делать такие вещи многофункциональные Где-то добавить ремень, где-то его убрать Где-то одеть брюками И вещь меняет свой внешний вид Потому что зачастую у наших женщин бывает такая проблема Купил вещь, одну вторую, полный шкаф, а одеть нечего Поэтому, когда, бывает, покупаешь вещь Ее можно как-то видоизменять И уже кажется внешний вид постоянно новый 16.15 Женя собирается к выходу из дома Скоро у нее начнутся занятия в студии моды и дизайна Заглянет свой шкаф и выберет наряд на сегодня Часто ношу эти брюки Они с лампасами Выглядят как спортивные штаны Но, на самом деле, это не спортивные штаны Спорт в них заниматься просто неудобно Они из вискозы хорошей, итальянской сделанной Мне нравится стиль Очень люблю этот свитер Такой простой, но он подходит мне по цветотипу Вот, ну, собственно, удобно И еще одна причина его любить Во время осмотра содержимого шкафа вдруг заговорит о личном Что не завидует своему будущему мужу Так как долго выбирает наряды И по откровению честь, что на сегодня ее сердце не занято Хоть поклонников и хватает Дизайнер в поиске своего принца У меня немножко такой образ жизни не очень простой Я живу на две страны Очень часто бываю за границей Ну, в частности, в Италии Вот, поэтому с этим есть определенные трудности Но, с другой стороны, это я И я ищу человека, который бы меня смог бы понять И который бы соответствовал моему образу жизни А я его образу жизни По дороге расскажет о летних тенденциях Которые актуальны в этом сезоне Могу сказать о цвете Выделить цвет Это оттенки голубого и синего Ну, синий, наверное, он более темный Поэтому темные цвета мы оставим на демосезонний такой сезон И на зиму Хотя хочу отметить, что синий цвет Очень часто актуален в аксессуарах Обувь, сумки, рюкзаки, зонты Головные уборы Вот такой темно-синий, он называется моряцкий цвет Также очень голубой цвет в тренде Его понтон фирма назвала цвет У вас будет мальчик Вот, как вы знаете, дарят одежду для мальчиков Такую вот голубого цвета Вот такой цвет очень актуален Также сейчас очень активно диктуют моду инстаграм Все, что интересно смотрится в инстаграме, в истории Вот бумеранг, когда делают вот эти вот, используют эффекты Все это актуально Это, например, какие-то рюши Это бахрома Это полоска Все, что очень эффектно, вот визуально воспринимается Все это в моде 16.55 Босякова зайдет в центр досуга и творчества Что на Куйбышево поднимется по лестнице Сегодня у меня примерка Буду примерять новую коллекцию Совсем скоро будет показ Подготовка полным ходом Здесь занимаются юные модницы в возрасте от 6 до 16 лет Дизайнер учит их красиво двигаться, держать осанку, позировать Вперед Хорошо Очень важный момент Смотреть вперед Глаза никогда не опускаем У нас контакт со зрителем Так, останавливаемся Хорошо Да, шаг Полуразворот Полуразворот В этот момент смотрим на зрителя Никогда не отворячиваемся спиной Презентацию своих коллекций Женя от начала и до конца продумывает сама Признается в душе на организатор В этом смысле образование менеджера пришлось ей как раз в пору Так, девочки, у нас сегодня повторение пройденного материала В прошлый раз, помните, я вам рассказывала Про нашу площадку, где будет проходить показ Там надо будет обойти своего рода такой круг Она самая хорошая Она все понимает нас Она, вот если мы что-то не понимаем, она все время рассказывает это нам Она очень хороший руководитель Объясняет У нас проводится много интересных лекций Также показы, фотосессии Женя Босякова считает, что каждый человек должен стремиться к эстетике И наполнять себя прекрасным Именно этому она учит своих воспитанниц Я Людмила Любимцева Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok